Ярославский Шинник сегодня провел заключительный контрольный матч межсезонья. На поле базы в Белкино команда Александра Побегалова еще раз сыграла с Ивановским текстильщиком. И если накануне Черно-Синя в битве резервных составов были сильнее 4-1, то сегодня до последней минуты на поле царило голевое затишье. В старте у Шинника вышли Сергей Самодин, Евгений Стешин, Олег Кожемякин и Шхан Гелаян. Восстанавливаются после травм Валерий Схавребов и Павел Диабальт. Наставник Шинник Александр Побегалов просил своих футболистов выложиться в спарринги по полной программе. Ведь уже 17 июля матчем против Курского авангарда ярославцы стартуют в новом первенстве в футбольной национальной лиге. Мы уже дважды играли с этой командой. И третий раз буквально в течение двух месяцев создает дополнительную интригу. И до сих пор горькие воспоминания о полуфинале еще у нас в груди. Скорее всего это и будет стартовый состав, так как есть травмированные. Насколько команда готова, покажет только перенс. В этом межсезонье Шинник подписал 15 новичков и команде потребуется несколько туров на становление и притирку. В целом проведенной селекцией, как и результатами почти 50-дневной подготовки к чемпионату, тренерский штаб доволен. Сегодня к команде официально присоединился еще один голкипер Евгений Гошев. На просмотре в Минском Динамо пока остается Сергей Крамаренко, а Дмитрий Чистяков не оставляет надежды закрепиться в Казанском рубине. Они еще могут вернуться в Ярославль, из которого Шинник на первый тур чемпионата отправится в Курск с победой. Сегодняшний матч с текстильщиком черно-синие выиграли 1-0, забив на последней минуте усилиями Никиты Дроздова. Продолжение следует...